Влюбленный в небо. История самого молодого летчика Великой Отечественной войны. Аркадий Каманин. В годы Великой Отечественной войны детям пришлось стать спасителями для своей страны. Десятки тысяч ребят шли на фронт партизанами, военнослужащими, разведчиками, летчиками. Многие из них погибли на войне, защищая родину. Дети пожертвовали своими еще тогда начавшимися жизнями ради нашего будущего, что вызывает уважение и благодарность этим маленьким героям. 13-14 лет средний возраст ребят, которые находились в самом эпицентре военных действий. Подростки шли в партизаны, помогали добывать важную информацию прямо из-под носа врага. История каждого юного героя наполнена смелостью и мужеством. Многие ребята были удостоены звания Героев Советского Союза за невероятные подвиги. Многие имена не так известны, но эти дети – герои. Они проявили смелость и мужество и получили заслуженные награды. И сегодня пойдет речь именно о таком мальчике. Его зовут Аркадий Каманин. Жизнь самого юного летчика Великой Отечественной войны трагически оборвалась уже в мирное время. 18 лет. Но Аркадий Каманин прожил короткую, но очень яркую жизнь. Того, что ему удалось сделать за отмеренное на земле время, хватило бы на несколько героических жизней. Каманин стал самым молодым летчиком Великой Отечественной войны. Свой первый полет на знаменитом многоцелевом биплане У-2 он совершил уже в июле 1943 года, когда ему было всего 14 лет. В составе авиационной эскадрильи связи он воевал на Калининском фронте. Уже в 15 лет он получил свой первый орден. Аркадий Каманин был сыном известного советского летчика и военачальника Николая Петровича Каманина, который дослужил до звания генерал-полковника авиации. Отец Аркадий, помимо всего прочего, был одним из первых героев Советского Союза. Его награждение состоялось 20 апреля 1934 года. Он был награжден за мужество и героизм, проявленные при спасении челюскинцев, получив медаль золотая звезда. Неудивительно, что имея перед глазами такой пример в лице своего отца, Аркадий сам увлекся авиацией и полюбил небо. Аркадий Каманин родился 2 ноября 1928 года на Дальнем Востоке, где в тот момент служил его отец. Уже в достаточно юном возрасте Аркадий проявлял немалый интерес к службе отца и ко всему, что имело хоть какое-то отношение к авиации и авиационной промышленности. Он с детства тянулся к самолетам, летному делу, занимался в авиадельном кружке. Во время летних каникул в Москве он проводил время ни на речке, ни за игрой футбола, не в подмосковных дачах. Он буквально пропадал на военном аэродроме, где постигал нюансы и тонкости профессии авиационного механика. Работа на аэродроме помогла ему перед самой войной. В 1941 году устроиться механиком на московский авиационный завод, где он проработал несколько месяцев. При этом круг интересов юноши не ограничился одной лишь авиацией. Мальчик любил заниматься спортом, старался много читать. Он даже играл на музыкальных инструментах, среди которых был баян и аккордеон. Литература и музыка увлекали его не менее страстно, чем небо. Ребенок рос всесторонне развитым. Родители могли бы гордиться им уже тогда. В 1941-1942 годах Аркадий Каманин жил в Ташкенте, куда перед самым началом Великой Отечественной войны перевели служить его отца. К моменту переезда в Ташкент Аркадий закончил только шестой класс. После занятий в школе Аркадий сразу же бежал в авиамастерские, куда с фронта на ремонт прибывали подбитые и поврежденные самолеты. В мае 1942 года Николаю Каманину наконец-то разрешили отправиться на фронт. Перед отъездом он серьезно поговорил со своим сыном, позволил Аркадию работать в авиаремонтных мастерских в летнее время по 6 часов в день, а во время учебы по 2 часа. А уже в январе 1943 года он и вовсе бросил учебу, написав отцу о том, что доучиваться будет уже после войны. К тому моменту Николай Каманин формировал на Калининском фронте авиационный корпус. Жена офицера Мария Михайловна, которая полтора военных года работала в госпитале в Ташкенте. Так же, как и Аркадий Каманин, рвалась на фронт. Вместе они выдвинули главе семейства ультиматов. Не возьмешь служить к себе в авиационный корпус, сами найдем путь на фронт. В итоге Николай Петрович уступил. Мария Михайловна стала работать делопроизводителем штаба корпуса, а Аркадий механиком по спецоборудованию в эскадрилле связи штаба 5-го гвардейского штурмового авиакорпуса. При этом Аркадий недолго проработал механиком. Он начал летать на двухместном самолете связи У-2. Сначала в роли штурмана, наблюдателя и бортмеханика. К тому моменту он уже достаточно знал устройство данного самолета. Биплан У-2 изначально проектировался как учебный, поэтому имел двойное управление в обеих кабинах. Сначала младший Каманин просил после взлета у летчиков разрешения самому пилотировать самолет. Они ему разрешали. Так он понемногу получал настоящую летнюю практику. А уже в июле 1943 года был выпущен в свой первый официальный самостоятельный полет на самолете У-2. После этого в возрасте 14 лет Аркадий Каманин был назначен на должность летчика отдельной эскадрилле связи, став самым юным пилотом Великой Отечественной войны. Этому предшествовали два месяца программы тренировочных полетов, а также сдача экзаменов по технике пилотирования, теории полетов, материальной части, аэронавигации. Принимал экзамены и проверял сына в полетах лично его отец. То, что Аркадий был рожден для того, чтобы летать, подтверждал и случай, происшедший с ним еще во время его полетов, штурманом и бортмехаником. Во время выполнения одного из полетов шальная пуля угодила в козырек кабины пилота. Осколки серьезно посекли летчику лицо. Кровь мешала ему ориентироваться в пространстве. Чувствуя, что может потерять сознание, он передал управление Аркадия, переключив на него рацию. В итоге паренек привел самолет к аэродрому и доложил обстановку с земли в небо. Поднялся командир эскадрильи, который давал Аркадии по рации указания. В результате тот смог самостоятельно посадить самолет. Все остались живы. Пилоты связи ласково называли юного пилота летунок. Однажды, возвращаясь на аэродром в задание, он увидел подбитый немцами штурмовик Ил-2, который находился на нейтральной полосе. Фонарь кабины штурмовика был закрыт. Аркадий предположил, что летчик ранен и не смог выбраться из самолета. Он принял решение посадить свой биплан рядом с ним. Под минометным обстрелом противника он сумел посадить самолет рядом с поврежденной машиной и перетащил потерявшего сознание пилота в свой самолет. В результате Аркадий достал раненого летчика в госпиталь. Им оказался лейтенант Берников, который вылетал к линии фронта с разведывательным зданием по фотосъемке. За спасение летчика Аркадий Каманин был награжден орденом Красной Звезды. На тот момент пареньку было всего 15 лет. Второй орден Красной Звезды Аркадий получил в 1944 году, когда на штаб фронта напали. Взлетев под обстрелы противника, юный летчик с воздуха забросал нападавший ручными гранатами, а также вызвал подкрепление. Атака на штаб фронта была отбита за этот подвиг. Воевавший тогда на втором фронте Аркадий Каманин был награжден вторым орденом Красной Звезды. К концу апреля 1945 года он выполнил более 650 вылетов на связь с частями авиакорпуса и с выносным пунктом управления. Налетав в общей сложности 283 часа, за все это время он не имел ни одного летного происшествия и ни одного случая потери ориентировки. Помимо двух орденов Красной Звезды и Ордена Красного Знамени он был награжден медалями за взятие Будапешта, за взятие Вены и за победу над Германией в Великой Отечественной Войне. В день исторического парада победы, который прошел в Москве 24 июня 1945 года, 17-летний Аркадий Каманин прошел по Красной площади в строю лучших летчиков. После Великой Отечественной войны к тому моменту всем казалось, что самое страшное уже позади. Семья Каманиных пережила войну и собралась вместе в Москве. Николай Каманин был назначен заместителем начальника Главного управления Гражданского воздушного флота СССР. Однако беда подстригала семью в мирное время. Аркадий заболел гриппом. Он не привык жаловаться и стойко переносил свалившуюся на него болезнь на ногах. 12 апреля 1947 года он вернулся к себе домой с лекции и сказав, что у него очень сильно разболелась голова и прилег отдохнуть. К вечеру, когда его стали будить к ужину, он уже не встал. Без сознания его доставили в больницу. Всю ночь московские медики пытались вывести юношу из комы, но у них ничего не вышло. Утром Аркадия не стало. Ему было всего 18 лет. Проведенное вскрытие показало, что причиной его смерти был менингит. Аркадия Каманина похоронили в Москве на Новодевичьем кладбище. Так трагично уже в мирное время оборвалась жизнь молодого человека, прошедшего войну, который не получил ни одного ранения, ни одну травму. Он мог сделать отличную карьеру в авиации. В академии имени Жуковского он учился с большим старанием. В будущем он мог попасть и в первый отряд советских космонавтов, так как его отец стал организатором и руководителем их подготовки. Но судьба распорядилась иначе, оборвав жизнь самого юного летчика Великой Отечественной войны. Буквально на взлете.